В прошлой серии я строил модель, чтобы объяснить, почему какие-то фильмы имеют рейтинг критиков, а какие-то фильмы его не имеют. Зависимой переменной выступала переменная Metascore 2. Наличие у фильма рейтинга критиков. 0 рейтинга нет, 1 рейтинг есть. В этой серии я попробую улучшить ту модель. Теперь зависимой переменной будет выступать Metascore 3.0 нет рейтинга, 1 низкий рейтинг и 2 высокий рейтинг. То есть категорию 1 из Metascore 2 я разделил на две части. Теперь здесь есть низкий рейтинг и высокий рейтинг. Границы между низким и высоким рейтингами я выбрал медиану. Давайте посмотрим на медиану. Анализ, descriptive statistics, frequencies, рейтинг критиков исходный. Frequency table мне не нужно, а вот статистика и конкретно медиана нужна. Continue, ok. Медиана равна 55, а вообще Metascore изменяется от единицы до 100. Можно было бы взять ровно 50, но я взял 55 и перекодировал исходную переменную Metascore в переменную Metascore 3, которую я вам уже и показал. У Metascore 3 значения. Если считать баллы рейтинга объективными характеристиками, то это переменная интервальная или scale, потому что есть привязка к единицам измерения. Если же не считать баллы рейтинга объективной характеристикой, то это переменная скорее порядка. Именно в качестве порядковой я и буду к ней относиться в этой серии. В той модели, которую я построю, это Скор 3 выступает в качестве зависимой переменной. Зависимая переменная, не интервальная, не scale, означает, что обычная линейная регрессия не подходит, как не подходит и бинарная логистическая регрессия, потому что бинарная логистическая регрессия предполагает два значения у у, века, а у у в моей модели три значения, поэтому следует выбрать мультиномиальную логистическую регрессию. Как и в прошлой серии, объяснять наличие у фильма рейтинга я буду при помощи иксов, nominations, то есть количество номинаций, не увенчавшихся успехом, количество рецензий критиков в штуках нам критрю, пользовательский рейтинг, смещенный в ноль. Зачем смещать в ноль, я объяснял в начале этого цикла видео. И наконец, year 2007, год выпуска смещенный в ноль. Все четыре переменные считаю интервальными, некоторые очевидным образом привязаны к единицам измерения, типа год выпуска, количество неуспешных номинаций, количество рецензий критиков. А переменная user rating 1, то есть смещенная в ноль переменная, имеющая 10 градаций, интервальна потому, что в ней есть отношение порядка между категориями. Категорий много, и они выражают переходные степени. Более подробно смотрите первые серии из этого цикла, ссылку дам. Там же можете посмотреть и графики распределения иксов. А я перехожу к графикам, выражающим связь между иксами и игреком. Graphs Chat Builder, снизу слева Scatter Dot, Simple Scatter, наверх. В качестве Y выступает наличие у фильма рейтинга, его уровень. В качестве первого икса возьму количество неуспешных номинаций. Причем, поскольку Y категориальный, то среднее арифметическое для него считать некорректно. Значит, либо моду, либо медиану следует посчитать для него. Я выберу моду. Мода Apply, запускаю количество неуспешных номинаций и Y. То есть отсутствие рейтинга критиков, низкий рейтинг критиков, высокий рейтинг критиков. И некоторая связь наблюдается, потому что при отсутствии номинаций, то есть если фильм не номинировался, то однозначно мода ноль. То есть у фильма нет рейтинга критиков. Если номинаций много, сверху длинная полоса, например, с 200 номинациями фильмы, однозначно имеют в большинстве своем высокий рейтинг критиков. Связь не то чтобы явная и сильная, но прослеживается. Снова обращаюсь к Graphs Chat Builder и такие же графики строил для оставшихся трех иксов. По остальным трем графикам видно, что здесь связь, пожалуй, еще более выражена. А здесь и здесь, ау, связь, ты где? Не видно связи. Не факт, что ее нет, но она не явная на графике, поскольку моды располагаются на одном уровне, не варьируют здесь, что здесь. Преобладает категория ноль. Перехожу к математическому поиску связи четырех иксов с категориальным Y. Analyze Regression. Как я уже сказал, Multinomial. Не binary, потому что зависимые перемены три категории. Multinomial. Здесь интерфейс немного похожий на Interface General Linear Models. Отчасти интерфейс мультиномиальной регрессии более продвинутый, чем у бинарной логистической, отчасти менее. Но это скоро увидим. Зависимые перемены, все понятно, это Metascore 3. Причем здесь важно выбрать референтную или контрольную категорию у зависимой переменной. Если в предыдущих сериях речь шла о референтных или контрольных категориях у иксов, когда иксы категориальны, то здесь Y категориальный, и у него тоже надо выбрать контрольную или референтную категорию. Я выберу категорию ноль, потому что категория ноль – самая наполненная. У большинства фильмов нет рейтинга критиков. И четыре икса. Количество номинаций – это интервальные или скейл перемены, поэтому она попадает в ковыриат. Количество рецензий критиков – тоже самое. Пользовательский рейтинг смещенный ноль – тоже самое. И, наконец, год выпуска смещенный в ноль – тоже ковыриат. Я не рекомендую пользоваться этим окном для включения в мультиномиальную регрессию категориальных иксов. Не рекомендую. Не буду объяснять, почему. Это отдельная история. Я считаю, что это окно работает не вполне корректно. Включать категориальные иксы в регрессию следует при помощи создания фиктивных переменных. И уже эффективные переменные помещать в качестве ковыриата. У меня все переменные можно считать интервальными, поэтому они и сходно попали в ковыриаты. Мне не пришлось создавать фиктивные переменные. В предыдущих сериях этого цикла можно найти про создание эффективных переменных. Вот здесь фиктивные переменные для года. Это эффективные переменные, которые тоже можно было бы включить сюда, но не в этой серии. Дальше нажимаю «Statistics», чтобы запросить «Classification Table». Continue. Нажимаю «Criteria». Здесь очень важный момент. И бинарная логистическая и мультинамиальная логистическая регрессии в SPSS подбирают коэффициенты иксов итеративно. Поэтому очень важно проверить, что итераций для подбора хватило. И если в логистической регрессии итерации выводятся по умолчанию, хотя очень маленькая подпись, ее покажу попозже, то в мультинамиальной логистической они вообще не выводятся, если не попросить. Поэтому я попрошу, причем, чтобы покомпактнее было, я попрошу каждые 10 итераций выводить. Не вообще каждую, а через каждые 10. А максимум задан как 100 итераций. Но я знаю, что им не хватит. Но может и не хватит. Если много иксов, если они между собой мультиколлинеарны, то 100 итераций не хватит. А в бинарной логистической 20 итераций стоит по умолчанию. Но продолжаем. Continue. И я уже знаю, что все 4 икса значимы, поэтому фактически это и пробный, и итоговый запуск мультинамиальной регрессии. И хорошо было бы сохранить остатки. Сохранить остатки, которые обычно находятся внутри сейв. Но здесь нет остатков. В мультинамиальной регрессии остатки не сохраняются. Увы, я запускаю, как настроил. Получается такая выдача. Пока не забыл вот про итерации в выдаче мультинамиальной регрессии. Видите, как огромная таблица, она целиком не нужна. Достаточно просто убедиться, что итераций хватило. Если бы не хватило, то здесь прошло бы 100 итераций, а у меня прошло только 7. Значит, 100 итераций хватило. А в бинарной логистической... Давайте вернемся к материалу одной из прошлых серий. Вот бинарная логистическая регрессия. В modal summary в блоке 1, видите, снизу подпись. Estimation terminated at iteration number 8. То есть тогда мне хватило 8 итераций из 20 и 20 по умолчанию. Тогда хватило. Очень важно это контролировать. Если не хватило, надо увеличивать число итераций и проверять, что у вас не мультикалиниарные иксы, что это очень сильно влияет. Возвращаюсь к мультиномиальной регрессии. С итерациями все в порядке. Вот так оформлено соотнесение блоков 0 и 1. Еще раз вернемся к логистической бинарной. Здесь отдельно идут блок 0 и блок 1. В блоке 0 только константа, в блоке 1 иксы и констант. И в этой табличке сравнивается улучшение модели при переходе от блока 0 к блоку 1. Значимое улучшение. А в мультиномиальной регрессии возвращаюсь вниз. Вот такая табличка показывает, что улучшение вот этой величины выраженной произошло. И оно значимое, потому что меньше 500. Значимое улучшение с уверенностью 95%. Ксевдр-квадраты. Здесь видите, еще появляется Р-квадрат Макфадена. Но учитывая, что в бинарной логистической только Кокс и Снелл и Нагелькерке, давайте возьмем Нагелькерке в качестве ориентира 0,59. А сколько было в бинарной логистической? Там было выше 0,6. Снова поднимаюсь наверх. В бинарной логистической 0,631. Что же получается? Я хотел улучшить модель, а она не улучшилась. Похоже, даже ухудшилась, что ли? Это дискуссионный вопрос, потому что теперь у меня три категории. И первая категория, низкий рейтинг, она наименее наполненная. И видите, она предсказывается хуже всего. Правильных предсказаний только 42,9%. А в бинарной логистической там было всего две категории у Y. Менее наполненной категории это наличие рейтинга. Наличие рейтинга в принципе, неважно высокий или низкий. И она предсказывала на 63%. А сейчас еще раз возвращаюсь обратно к мультиномиальной регрессии, к таблице классификации. Видите, первая категория, то есть низкий рейтинг предсказывается на 42,9%, а высокий на 50,3%. И то и другое не всегда во благо. Но тем не менее, продолжим работу с этой моделью. Осталось немного. Она стала хуже, да, чем бинарная логистическая. Но все-таки на гелькерке показывает причину выше 0,5%. Это неплохо. Хуже, но неотвратительно стала модель. В этой модели нет мультикалинярности, потому что я взял те самые иксы, которые в прошлых сериях уже проверял на мультикалинярность. Эти иксы между собой не связаны. По крайней мере, сильно не связаны. Что здесь точно нет мультикалинярности. Поскольку в мультинемиальной регрессии я не могу сохранить остатки. Ай-яй-яй, СПСС, так нельзя. Но не могу я сохранить остатки, поэтому я не могу проверить модель на распределение остатков, на гомоскедастичность. Увы, остается только проинтерпретировать эту модель.